Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. Знаете, я уверена, что каждый из вас как минимум один раз в своей жизни встречал такие вот картинки. Как видите, на этих картинках каждому знаку зодиака приписан какой-то образ. Какие-то губы, какие-то прически, какая-то одежда. В общем, неважно, таких картинок огромное количество. Я подумала и решила, а что если при помощи вот этих вот картинок, которые есть в интернете, превратиться в идеального представителя моего знака зодиака? Но, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут, и я, Водолей. Предлагаю начать это видео с того, чтобы подобрать мне водолейский внешний вид. Потому что сейчас я одета в мою домашнюю футболку, и я думаю, что настоящие, правильные водолеи, они не ходят в футболках с тигром. В общем, мой наряд выглядит следующим образом. Я должна найти серо-голубые джинсы в стиле гранж. Ага, вот и кофточка. Во! Она сплошная. Есть ли шанс ее как-нибудь хотя бы вот так вот надеть? Ах! Нет, что-то какие-то проблемы. Так не работает! Ну, это вот это вот. Пока ты еще достать надо! Я справилась! С бананами, кстати, было не так эпично. Постой, ты не знаешь, о каких бананах идет речь? Давай, Лиса, ты сможешь! Давай, давай, давай! Лисичка! Еще! Ах! Ну, чуть-чуть осталось! Давай, я тебя держу, глупый! Давай, да хватай его больше, больше, хватай! Хватай банан, тяни! Да! Я не знаю, я записал или нет. Надеюсь, что да. Я трогаюсь, ты не записал! Белось! Между прочим, Сельняшка тоже трогала этот банан. Мы все рано или поздно трогаем бананы. Нет, это совсем не подходит. Ни по размеру, ни по комплекции. Не по стилю, да. Похоже, придется встаться в обычной футболке. Но еще по делу. Мы старались как могли. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутерить. Надо бы теперь найти картинку, которая предлагала бы разным знаком зодиака свои варианты причесок. Очень, конечно, интересно, что мне выпадет. Я надеюсь, что что-то не супер-мега-сложное, потому что с прическами я... Не особо. Мы пригласили эксперта для проверки действий. Поприветствуйте, его водолейшество, водолея. Здравствуйте, я рад поучаствовать в вашей имиджевой программе. Надеюсь, что ни один водолей и его эмоциональное здоровье при съемке не пострадают. Да, моя прическа выглядит не так уж и просто. Но и не сказать, конечно, что это какое-то супер-сложное нечто. Надеюсь, у меня все получится сделать. У нее достаточно легкие кудри, поэтому я считаю, что здесь нужно будет просто взять их и накрутить. Я буду крутить мои кудри, одну в направлении на себя, другую в направлении от себя. После того, как я накрутила какой-то локон, я обязательно задерживаю его ненадолго у себя в руках, чтобы он хотя бы капельку остыл и вследствие лучше сохранял свою форму. Кстати, пользуясь случаем, пока я накручиваю локоны, посмотрите на эту картинку и напишите, какая прическа вам нравится больше всего из того, что вы видите. Мне, если честно, достаточно сильно нравится моя прическа и еще мне нравится прическа у Рака. И, наверное, еще классная прическа у Овна. Но она самая простая, на самом деле мне она нравится, как выглядит, потому что я достаточно часто делаю себе эту причесочку. А вам какая больше всего понравилась? Так, принцесски мои и, возможно, друзья мои, теперь нам предстоит просто самое сложное. Это заплести вот эту вот колоссообразную штуку. И думаю, что нужно взять пряди где-нибудь, начиная вот отсюда, вот, и начать их плести каким-то раком. Собственно, вот такая вот прическа у меня получилась. Не знаю, как вам, а во мне для первого раза, вот реально первого раза, такого я еще не делала, конечно же, получилось весьма и весьма неплохо. Ваше водолещество, вы считаете, данная прическа соответствует стандарту водолеев? Она типичный представитель водолеев. Водолеи обладают таким свойством, как его сейчас очень модно назвать, пафосно-кидсы. Они слишком гордливы, чтобы узнать, как делается то или иное действие. Поэтому получается, как получается. А кому-то это даже нравится. Что ж, с прической все понятно. Давайте теперь делать макияж. Сейчас я буду приступать к макияжу. И вы просто не поверите, прежде чем я покажу вам макияж, который выпал на мою водолейскую долю, я покажу вам, что, оказывается, по знакам зодиака можно также подобрать себе ободок. Но прежде чем я покажу вам картинку с ободком, который соответствует тому или иному знаку зодиака, давайте-ка я покажу вам все ободки, которые у меня есть, и вы сейчас методом своей интуиции попробуете угадать, какой именно из вот этих вот ободков, которые я вам покажу, водолейский. Может быть этот. Или этот. Может быть водолейский этот. этот пам-пам-пам-пам этот а теперь стоп прежде чем мы продолжим стопните сейчас видео и напишите в комменты как вы думаете какой ободок водолейский из тех что я вам показала проверка интуиции стопой написал написала что ж а вот и картинка пам-пам да водолей это водолей это единорог хитрый зверь поймай а то убежит что ж глядя на все это макияж водолея в принципе не самый трудный совершенно точно то что этот макияж ну вот вообще никак не будет существовать без базы под тени я смешиваю светло-розовые с ярко-розовым цветом теней и сейчас буду наносить их вот сюда вот это будет цвет который у нас будет являться основой дальнейшего макияжа теперь я беру вот такие вот сиреневые блестящие тени и смешиваю их вот соседними и капельку синим чтобы был более сиреневый пигмент и наношу их уже вот сюда вот на косточку смешиваю два вот этих вот цвета чтобы получился прям темно-сиреневый теперь я беру консилер и наношу его на все верхнее веко чтобы перекрыть вот эти вот цвета и уже по чистому накладывать более светлые тона прорисую нижнее веко хорошо ресницы тушью кстати знаете что до меня только что реально дошло супер внезапно вот например вдали это воздушный знак и соответственно сейчас я крашусь палетка которая называется air в переводе воздух то есть да это палетка была сделана по стихиям и я сейчас крашусь именно цветами из палетки воздух совпадение я уже не верю в совпадение я уже не верю в совпадение почему именно эта палетка почему вообще воздух ассоциировалась у тех кто собирал палетку с такими розовыми пастельными прикольными оттенками серийный подход к водолейскому имиджу вы подпочитаете розовые цвета а также фуксию вашего до лечи ства как профессионал своего дела вынужден заметить что основной цвет водолея это глубокий синий они хотят разрушить на грозный и интеллектуальный имидж своими розовыми цветами зачем они это делают чьи это пройске можно выдохнуть обличением и переходить к следующему этапу макияжа губам так стоп внимание наши планы с губами обломались оказывается у водолея как у других знаков зодиака должны быть определенного цвета глаза поэтому придется воспользоваться линзами ведь судя по этой таблице мои глаза должны быть голубые они вот это вот мне кажется это линза слишком синяя все-таки должны быть более голубые глаза они промыть и получать ярко синие синие так пробовать и другую линзу посмотреть на что не это мне кажется сюда нет о блин теперь я реально не могу понять эти картины слишком светлые кажется а эти партии слишком темные давайте посмотрим вот так со стороны темные синие глаза светло-голубые наверное все таки сделаю выбор в сторону этих чем в сторону этих потому что это уж больно проманить темные синие неестественно эти хотя выглядят плюс-минус поестественной поэтому давайте наверное на этих остановимся сегодня но следующая картинка которую я вам покажу и здесь опять этот водолей по какой-то причине с ярко-сиренево-розовым цветом что ж у меня как раз есть такая помада она еще запечатана как раз ее открою и воспользуюсь по моему это именно тот цвет который нужен я постараюсь поправить помаду чтобы она лежала поровнее без каких-то сравнительных моментов и на ваш взгляд этот видеоролик сильно ударит по репутации водолеев о нет хуже уже не будет стоит опасаться приглашенных гостей сами думаете какие знаки тут могут нанести репутационные потери после того как образ был уже полностью готов мы пошли делать фотографии потому что у знаков зодиака оказывается есть еще также и идеальные фотографии которые полностью олицетворяют тот или иной знак в случае с водолеем моя фотография должна выглядеть как-то так и собственно мы пошли воплощать эту задумку на самом деле все было весьма непросто но результат как мне кажется получился просто поразительным ведь он ну не знаю мне вот он реально очень сильно нравится а вы что скажете как вам данная фотография похоже нет обязательно внимание приходите в мой инстаграм ищите вот эту вот фотографию которая собственно я приурочила к выходу этого видео и пишите под этой фотографии какой другой знак зодиака вы бы хотели чтобы я таким образом повторила но повторять я буду не одна а с блогера выбранного вами знака зодиака вашего дарейшица почему вы плачете с таким контентом этому миру звезда